Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале Страна Юэй. Меня часто спрашивают, а что у вас там с Ширием? Почему он на вас все время наезжает, оскорбляет страну, оскорбляет журналистов страны, меня лично оскорбляет, призывает к отписке канала? Я долго на это не реагировала, но, думаю, пора расставить точки над И. Особенно после последнего видео Ширия, где он очень возмутился, что мы взяли интервью у Никиты Роженко, после того, как он на своей страничке в фейсбуке выступил против Ширия. Никита Роженко это человек, которого очень сильно избили в прошлом году. Вся страна знала эту историю и на местных выборах много людей голосовало за партию Ширия, возмущаясь из-за этого ужасного преступления. То есть это был самый известный представитель партии Ширия, ну, кроме самих Ширию. И, естественно, мы решили узнать, с чем связан этот поступок Никиты. Мы взяли у него интервью и опубликовали его ответы на вопросы. Я сейчас не буду разбираться, кто прав в этом конфликте, а кто виноват. Позиции обеих сторон известны, каждый может сделать выводы. Но сам факт того, что мы взяли интервью и задали те вопросы, которые посчитали нужными, очень разозлила Ширия. И он записал целый ролик, который снова был полон лжи в отношении страны. Причем это видео буквально сразу начинается со лжи, где Ширий говорит, что из интервью выходит, что это не нацкорпус нападал на Роженко. Забегая наперед, из этой статьи мы узнаем, что вполне возможно, скорее всего, это не так и нацкорпус чист. Но это полная ложь, поскольку в тексте говорится о заказчиках, а не об исполнителях, которыми, скорее всего, и были националисты. А вот по заказчикам мы с Никитой поговорили о версии, которая очень широко обсуждается, в том числе и среди бывших членов партии Ширия. О том, что сам Ширий мог заказать это преступление. И то, что эта версия обсуждается, понятно, сильно Ширия злит. Еще назвал мразью нашего журналиста Юлию Корзун, которая посмела задать этот вопрос. Насколько может быть верна версия, это задает вопрос, это мразь из страны, что заказчиком нападения на вас является сам Ширий. Юлия Корзун – это тот самый журналист, которая задавала Зеленскому вопрос об избиении активистов партии Ширия. Единственная из всех журналистов, а теперь он называет ее мразью. А кто тогда после этого сам Ширий? Почему у него так бомбит от страны? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Для начала разберемся, а кто такой Анатолий Ширий? Мы все помним Анатолия как блогера, который сразу после Майдана был одним из немногих, который озвучивал альтернативную официальной точку зрения на события. Действительно делал крутые вещи и на этом получил очень большую аудиторию и очень большое доверие со стороны многих людей. Но, как известно, слава и ощущение собственной власти над умами тысяч людей – это большое испытание и ответственность. Потому что всегда создает соблазн этой властью злоупотребить ради собственной выгоды. И Анатолий, увы, к очень большому сожалению, перед этим соблазном не устоял. Он решил идти по тому же пути, по которому идут проповедники в разных сектах. Завоевав полное доверие людей, затем начал манипулировать ими в собственных интересах. Помните, был такой Сандей Аделаджи, который создал секту Посольство Божие и побуждал ее члена вкладывать деньги в финансовую пирамиду Кинс Кэпитал? У Шария немного другая схема, хотя и похожая. Он начал продавать свою аудиторию и доверие к себе людей на политическом рынке. Первый такой очевидный опыт был во время президентских выборов 2019 года, когда Шарий открыто пиарил кандидатов в президенты от Рената Ахметова – Александра Вилкула. Стоит напомнить, что тогда Ренат Ахметов был бизнес-партнером Порошенко. Для этого Шарий создал альтернативную реальность, в которой Вилкул был чуть ли не самым сильным оппозиционным кандидатом, хотя по социологии ему давали менее 5% поддержки. По итогу на выборах, как мы все прекрасно помним, он получил чуть более 4%. Зато отобрал голоса у Юрия Бойко, и благодаря этому Порошенко вышел во второй тур. То есть, как бы критикуя Порошенко, Шарий помог выполнить для Порошенко главную задачу. Вывел его во второй тур президентских выборов. Я уже подробно разбирала эту ситуацию в одном из ясно-понятно блогов, который вышел буквально сразу после первого тура президентских выборов в 2019 году. Но Вилкул был лишь пробой пера. На президентских выборах Шарий отработал схему манипуляции своей аудитории, которую начал превращать в секту, которая безоговорочно верила бы в каждое его слово. Как бы это не расходилось с реальностью. А для того, чтобы поддерживать власть над своей сектой, он постоянно организовывал кампании травли против тех, кто его критиковал или хотя бы позволял себе сомневаться в его непогрешимости. Или просто давал какую-то точку зрения, которая не совпадала с его. На этом пути у него возникла проблема. Сайт страна.юэй и ютуб-канал страны. Потому что у Шария с нами было очень большое пересечение аудитории. Очень много хороших, идейных, порядочных людей поддерживали партию Шария. И одновременно с этим читали страну. И это мешало Шарию превращать свою партию и своих сторонников в секту. Так как многие люди благодаря нам получали альтернативную и объективную информацию, что подрывало веру в слова Шария. То есть мы ему перебивали бизнес. Ведь для строительства секты нужно, чтобы никто не сомневался, не в едином слове вождя. Даже если вождь завтра скажет, что на улице не лето, а зима, все ему должны безоговорочно поверить. А те, кто посмеет вообще в этом сомневаться, враги. Их надо травить. И поэтому уже на парламентских выборах Шарий решил нанести по нам показательный удар. Как было дело? После президентских выборов Анатолий Шарий пришел к выводу, что выгодно продавать свою аудиторию не какому-то конкретному олигарху или партии, а создать свою партию, под которую можно привлечь куда большие деньги. Если убедить спонсоров, что партия проходная на выборах. Так и появилась партия Шария, на которую денег дал в тот момент хороший, знакомый Анатолий Александр Кацуба. Тогда многие думали увидеть в списке партии людей, которые пострадали от режима Порошенко. Руслана Кацабу, Дмитрия Васильца и других. Но по итогу в списке преобладали никому неизвестные лица. Среди которых, как потом выяснилось, оказалась мама Кацубы, его бывшая жена и еще несколько связанных с ним лиц. Причем Шарий вообще не счел нужным как-то прокомментировать включение этих людей в список до тех пор, пока об этом не сказал блогер Александр Семченко. Только после этого Шарий дал недовольный комментарий. Именно тогда и произошел первый конфликт Шария со страной. Он начался с моего блога, в котором я, ссылаясь на данные социологических опросов, всего один раз упомянула партию Шария. В числе других партий, которые, по данным социологов, не преодолевают 5% барьер. И по итогу никто из них действительно этот барьер не преодолел. То есть этот прогноз оказался точным. Давайте сравним. Вот скрин социологов, который тогда давала я. А вот результат партии Шария на выборах. Согласитесь, очень близко. И вот тут как раз и проявился Шарий. Он накануне выборов рассказывал, что его партия получит 15%, а социологи, которые давали меньше, просто продажные сволочи. И потому мой блог его так сильно разозлил. Потому что я давала альтернативную картину. Шарий тогда организовал травлю меня лично и издание «Страна Юэй». Просто за то, что мы дали данные социологов, которые оказались верными. Это был первый случай, но не последний. Далее Шарий переобувался много раз, настраивая свою аудиторию на поддержку то одних, то других политиков. После выборов президента у него был период похвалы Зеленского. Без ложной, можешь без лести говорить, можно говорить прямо. И чего мне льстить Зеленскому? Какая мне разница? Я не ищу должностей, я не хочу власти, я ничего не хочу. Это лучшая речь, лучшая речь, которая звучала от президента в этой Верховной Раде. Это 100%. Я верю, что эта власть даст возможность миллионам людей опять гордиться своим гражданством. Хотя уже тогда было понятно, что Зеленский не будет выполнять свои обещания по миру и по другим вопросам. И об этом я подробно рассказывала в своих блогах. Но Шарий говорил по-другому, что, собственно, и сыграло роль в том, что Зеленский смог в Раде сформировать большинство и проводить ту политику, которую он проводит сейчас. Также Шарий поддерживал Авакова и Коломойского. И, кстати говоря, о нацкорпусе в те времена он отзывался неплохо. До тела ребята, которые приехали в Черкассу, их называют радикалами, давайте не будем этих определений, просто не будем. Правые активисты или правые националисты, или как угодно. Короче, какая разница? Приехал туда на нацкорпус. То есть был ориентирован на вполне конкретную политическую группу во власти. Потом начался процесс его размежевания с Зеленским и со всей властной командой. И одновременно резко с этим потеплело отношение Шария к ОПЗЖ, лидеров которой он раньше просто нещадно критиковал. А заодно и перешел к резкой критике Зеленского, которого раньше он хвалил. Также он воспылал любовью к России. Хотя, когда поддерживал Вилкула, против которого выступала Россия, его риторика была совсем другой. Например, такой. Я против превращения нашей страны в такую большую ДНР с генерал-губернатором Медведчуком, с его адъютантом Бойко. Зачем так говоришь, Вилкул? ДНР же ж это вроде процветает. Или нет? А нет. Мы вот бабушек регулярно публикуем, и многие из них живут как животные. А вот так Шарий 24 апреля 2019 года комментирует указ Путина о выдаче российских паспортов на Донбассе. Реально пять лет смерти и трэша, но Путин решает раздавать паспорта именно тогда, когда на горизонте замаячил долгожданный мир. Просто совпадение, конечно. То есть, по логике Шария, это Зеленский тогда нес мир, а Путин типа этому пытался помешать. И к чему дальше приведет дорожка Шария, с кем дальше он заключит контракт, никто не знает. Да с кем угодно он может договориться и снова развернуться в воздухе. И кстати говоря, друзья, важный вопрос, а на что реально в Украине влияет Шарий? Фракции его партии, как видим, мизерные, да и те находятся в стадии полураспада. Никакой активной деятельности партия не ведет. Рейтинг у нее небольшой, меньше проходных 5%. Шарий критикует Зеленского, националистов, прозападный курс. Так на их сторонников это вообще никак не влияет, потому что для них Шарий не авторитет. Шарий влияет только на одну часть людей. На тех, кто против националистов, за дружбу с Россией и за мир на Донбассе. Точнее, не на всех на них, но на многих. И вот тут он действительно может оказывать некий эффект. Но какой он эффект оказывает, консолидирует и мобилизует избирателей всего этого политического фланга? Нет, совсем наоборот. Он постоянно устраивает разборки с кем-то из этого же лагеря, вызывая тем самым эффект апатии и деморализации людей. И желание проголосовать вообще за кого-то другого. За какого-то нового Зеленского, которого нам определят в американском посольстве. Делает он это просто сам по себе, по программе расширения своей секты и борьбы с ее конкурентами. Либо это согласованная линия с властями и Запада. Для меня этот вопрос открытый. Но в любом случае принципы и идеология для Шария вторичны. Главное это заработок денег на доверие людей. Но ему мешает страна. Поэтому он и поливает нас все время грязью, обвиняет в работе на офис президента и еще в каком-нибудь бреде. Клеймит нас победобесием за текст, которого никогда не было. Ни на сайте страна.юэй, ни на ютуб канале. И он никогда не мог быть там опубликован. Потому что редакционная политика издания другая. О чем четко и ясно сказала и я, и главный редактор страны. Но Шарию это победобесие нужно для того, чтобы в очередной раз обвинить нас в работе на власть. Хотя мы, в отличие от Шария, в отношении Зеленского никогда не преобувались. С первого дня его президентства. Он даже умудрился заявить, что я начала снимать ролики про Крым и русский язык специально, чтобы перебить скандал. Хотя политика моего блога по ключевым идеологическим моментам неизменно с самого первого дня запуска. В отличие от Шария. И это все знают, это все видят. За кого Шарий держит свою аудиторию? Он ее настолько не уважает, что считает, что люди проглотят вообще любую чушь, которую он скажет. Шарий ошибается. Люди не стадо, которое можно гнать в любом направлении. А ложь рано или поздно себя проявит. Ну а мы будем продолжать делать свою работу. И давать объективную картину событий. В том числе по Шарию и по его партии. И еще раз, я не буду призывать никого ниоткуда отписываться. Потому что я уважаю свободу выбора и свободу воли каждого из вас. Смотрите, что хотите. Читайте, что хотите. Смотрите, сопоставляйте. Делайте выводы. Своей головой не будьте сектой. На этом пока все. Не забывайте подписываться на страну. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok